Всем добрый день, друзья! Меня зовут Алексей Саргаев. В этот бизнес я пришел в декабре 2015 года. Пригласил меня сапфировать директор топ-15 Нижегородского филиала Сергей Матвеев, за что я всегда буду ему благодарен. До прихода в этот бизнес работал по найму, преимущественно в сфере продаж, был опыт традиционного предпринимательства и последнее место работы – это финансовый отдел крупной торговой федеральной сети. Что получил уже в этом бизнесе, что меня всегда нравило и вдохновляло. Самое важное, самое ценное, самый главный ресурс – это время. Было время, когда я уходил на работу, мои еще спали, приходил с работы, мои уже спали. Кто понимает, о чем я говорю? Спасибо. С октября 2016 года я не работаю по найму и надеюсь, что я никогда больше туда не выйду. Поэтому вы здесь можете получить время, вы здесь можете освободить свое время. 12-13 часов примерно у меня появилось на себя, на семью, на хобби, на спорт и так далее. Что еще меня всегда вдохновляло, наверное, молодые люди меня очень хорошо понимают, это возможность получения автомобиля от компании. В мае прошлого года я получил новенький автомобиль из салона. Это была Skoda Rapid, точнее, это и есть. Спасибо. И в компании Reflame есть 4 автомобильные программы, я хочу пройти их все. Еще что здесь есть, это классное, это вдохновляющее окружение, которое драйвит, которое мотивирует, которое взбадривает своими достижениями, своими результатами, своими целями, планами и, в конце концов, своими доходами. Более того, мы очень часто обучаемся у мощных спикеров, которые не относятся к нашему бизнесу. И такие люди, как Алена Бурдейна, и такие люди, как Мария Голосова, они тоже очень вдохновляют на новые вызовы, на новые достижения. И одним из таких вызовов, два месяца назад у меня было, я заявился пробежать полумарафон в прошлое воскресенье. У нас в Нижнем Новгороде проходил такой забег, беги, герой, можно следующий слайд. И мы с директором нашей команды Андреем Борисовым вызвались. Что хочу сказать, бизнес с компанией Арифлейм, он нас меняет не только внутренне, но и внешне. Это я, минус 15 килограмм, и в 32 года я начал бегать в марафоны, полумарафоны. И я считаю, что это тоже те изменения, которые я получил в этом бизнесе. Впереди еще много интересных дистанций будет. Путешествия. С компанией Арифлейм я путешествовал дважды. Первая моя конференция, это была конференция в Болгарии, на ней я квалифицировался один. И вторая конференция, это была в Хорватии, у нас было уже от моей команды 4 человека. Ничто так не мотивирует на путешествия, как путешествие вместе с командой. Потому что это реально, это еще круче, видеть эти эмоции, видеть их победы, видеть, как их поздравляют на сцене. Это даже интереснее, чем самому там стоять. До бизнеса с компанией Арифлейм я посетил 15 стран, но я никогда в жизни не путешествовал в команде единомышленников, никогда в жизни не путешествовал в команде людей, которые с тобой находятся на одной волне. Я никогда не был на таких мероприятиях, которые проводят компании. Это очень круто, это действительно очень сильно драйвит. Что сейчас делаем, что вы всегда делали для того, чтобы расти? Рекрутинг. Виктория Решетникова, прям вот с языка сняла эти слова, но я их повторю. Если вас не устраивает уровень ваших доходов, не устраивает уровень ключевых партнеров вашей в команде, ваши знания, ваши звания, нужно рекрутировать. Я рекрутирую старым проверенным способом, это список знакомых. Уже по не знаю какому кругу опять по нему пошел. И после Хорватии на драйве, конечно же, опять появляются новые регистрации. Что еще? Это активные знакомства в социальных сетях, но это не спамовские методы. Мы это называем интеллектуальный рекрутинг, когда ты общаешься с человеком, когда ты фокусируешься на нем, а не на себе. Ну и, конечно же, что очень важно, постоянно находиться в состоянии поиска. Не вот там сел за компьютер, я рекрутирую, а потом я пошел на улицу, и я как бы выключаю режим. Никогда не знаешь, где найдешь своего ключевого партнера, своего будущего директора. Поэтому постоянный режим поиска. Следующий момент. Очень важно, чтобы команда научилась нас повторять. В нашем бизнесе нету талантливых или неталантливых людей. В нашем бизнесе есть натренированные и нетренированные люди. Поэтому все, что умею сам, стараюсь отдавать этой команде, чтобы они это учились делать. Тренируем презентации, тренируем переписки, тренируем вовлечение, сопровождение, созвоны на троих, чаты на троих, на четверых. И каждый раз стараемся повышать уровень своего профессионализма. Следующий момент. Наш бизнес, он не мерится временем. Наш бизнес не мерится баллами бонуса. Наш бизнес, на мой взгляд, измеряется двумя вещами. Это количеством ключевых партнеров, которые есть в вашей команде, и количеством навыков, которыми обладаете вы и ваши партнеры. Поэтому формирование ключевой команды – очень важный момент в развитии нашего бизнеса. Это ежедневные пятиминутки, это системные скайпланерки, это постоянное повышение уровня навыков своих партнеров. И следующий момент, о чем хотелось бы сказать, это системность в своей работе. Дилетанты работают от случая к случаю, профессионалы работают всегда. Стараемся прививать себе этот профессионализм, используем ежедневники, чек-листы, ставим цели на каталоги, ставим цели на новые звания, на новые результаты, на новые квалификации. И делаем это системно. То есть прививаем изначально отношение к этому бизнесу, как к высоко доходному, к серьезному бизнесу, даже если он сейчас не приносит пока что денег. Ну и в завершении своего выступления я хочу вам сказать, разные ситуации бывают. Как Юрий уже сказал в начале, да, любой кризис – это точка роста, это точка старта, нового витка развития. И в любой ситуации всегда находите позитив. Даже когда кажется, что это невозможно, всегда старайтесь быть на позитиве, потому что в негативе невозможно расти. Будьте всегда на волне, будьте всегда на драйве. Всем успехов, всем большого роста. Спасибо. Спасибо.